здравствуйте в эфире телеканала cbc специальный выпуск специальный выпуск виду я санан заев гость специального выпуска их аналес керов директор экспертного совета баку нет век доктор философии хамелем здравствуйте добро пожаловать к нам в эфир я в первую же очередь хочу коснуться такого момента вот 10 ноября было принято заявление о том что и мы надеемся все что это ставит точку в процессе урегулирования армян азербайджанского нагорно-карабахского конфликта армения поэтапно освобождает уже оставшиеся территории вводятся миротворцы этот все процессы начались в то же время начались и другие процессы в ереване в армении с одной стороны они были предсказуемы проигрывать всегда сложно люди ищут виновных и ну по их разумению они считают что нынешняя власть виновата и сложно сказать что они сильно ошибаются но я думаю что не только нынешняя власть но другое дело как на все это реагирует власть мы наблюдаем аресты мы наблюдаем разгон митингов мы наблюдаем насилие со стороны скажем так правоохранительных органов в отношении людей массово вот мне бы хотелось бы узнать ваше мнение куда смотрят поборники демократии потому что опять же не оправдывая тех людей которые вышли на улицу у них достаточно абсурдные заявления по поводу приостановления этого так сказать действие этого заявления принятого на уровне глав государств но в то же время то что применяется насилие в такой форме нам просто интересно куда смотрят поборники демократии куда смотрят те институты которые вот очень так знаете пристально наблюдают за такими процессами в нашем регионе а сейчас вроде как и не видят ну начнем с того что долгое время все эти институты поборники демократии из армении даже после того как на улицах еревана было расстреляно 10 митингующих за что было потом возбуждено уголовное дело пашинян после того как был расстрелян парламент армении эти события они закрывают глаза потому что для них армения должна в какой-то будущей гипотезической ситуации стать образцом демократии и с приходом пашиняна которую назвали они бескровный на улицах речми один один человек оппонент пашинян понимаете это ясно объясним и армения в планах вот этих международных организаций она должна быть очищена от всего того что происходит поэтому есть информационное клише по которому армению армянство армянскую идеологию армянскую правоту стараются преподнести как такое блаженство для нашего региона даже период оккупации территории нагорного карабаха и мы были свидетелями не только в российских сми где засилье армянского лобби есть но и в других сми массовой информации мировых их увлажали выставляли их позицию в основе конечно может быть многие факторы частности христианство и так далее так далее но это остается фактом что международная организация закрывает глаза на те преступления прав человека которые существуют реализуются в армении вот даже в эти дни хорошо международные институты мы отбрасываем в сторону но международные медиа которые приходят иной раз со своими предвзятыми вопросами в Баку настойчиво задают когда даже не в попад приходят говорить о конфликте но почему-то уходят совсем другом направлении я хотел бы вашу оценку по поводу их реакции как они реагируют международа опять же я повторно и повторно говорю нас абсолютно не волнуйте абсурдные заявления с которыми там оппоненты пашиняна выходят предлагают там остановить реализацию условий заявления понятное дело что эти заявления не уместны но другое дело опять же то что правоохранительные органы в такой форме принимают силы и опять же нас нет желаний попытки как-то внутри у них разбираться сами разберутся но реакция международных сми как они реагируют как они если нет ли у вас ощущения что они вообще делают вид что в ереване это не происходит нет ну начнем с того что международные сми они не связаны друг другом это не отдельно даже в отдельно не связано друг другом страна сми какой-то невидимый валим связаны есть главарезы так сказать главные зачинщики форма сон воин это ведущие сми например франции начнем атф там великобритании соединенных штатов америки российской сми то есть все остальные сми обычно подстраиваются и строят свою пропаганду подстраивать под это это напоминает годы когда в советское время была газета правда а все остальные уже писали в рамках той комбинации которая предлагалась в этой газете так и происходит сейчас то есть есть дирижер есть оркестр так скажем это реально потому что все сми ведущие друг другу связаны начнем германское телевидение а также шпигель и так далее все они в какой-то степени имеют взаимосвязку и естественно если головные газеты не пишут что-то критические они тоже пишут о том что лишнего не сболтнуть так что это все нормально это объяснимый процесс но я бы не сказал бы что это нормально нормально с точки зрения мы понимаем что так и будет да для на наверно она нас не удивлять но нормального ничего в таком двуличным мягко говоря двуличном поведении признаться увидеть на примере карабах мы это все знаем понимаем и уже все оценили поняли потому что 30 лет оккупации азербайджанской земли мы очень в течение 30 лет видели очень много неправды и лжи только последнее время стало изменяться потому что изменилась ситуация геополитическая региона есть еще один такой момент вы раз уж коснулись франции я продолжу этот момент дело в том что франция в начале конфликта 27 сентября несколько дней конфликта еще было войны точнее было они выступали с крайне неуместными заявлениями потом как-то отрезвили их они перестали делать это заявление сейчас когда уже стороны подписали заявление все в ожидании полного мира все в ожидании полного урегулирования этого конфликта что территории возвращались люди возвращались на эти территории франция опять настойчиво говорит о каком-то статусе предлагает встретиться пытается активность какую-то показать я это конечно же деструктивно с той точки зрения что понимаете франция предлагает нам пройти опять же эти 30 лет когда она говорит о статусе и так далее но предлагает вновь вот эти круги которые были 30 лет пойти каков потенциал нейтрализации вот этих деструктивных действий официального парижа ну сейчас в действиях париже в основном зависть к турции за то что несмотря на то что турция не была одной из трех стран сопредседателей не имела турция оказалась в центре эпицентре урегулирования конфликта поэтому я думаю что французские сми первый элемент зависти второе конечно поддержка армянство они хотят опять каким-то образом вклиниться напомнить о себе что они тоже могут участвовать для чего вклиниться потому что фактически они машут руками после драки потому что 44 дня они не выработали нормальные позиции по карабахскому конфликту однозначно поддержав армению они фактически выпали из той колоды в которой баку рассматривает париж в качестве элемента урегулирования конфликта знаете поэтому все что происходит сми это желание как-то как-то опять задеть азербайджан каким-то образом каким-то получить реверансы и засествует конфликт чтобы решать свои вопросы но франция вы знаете эти желтые жилеты проблем надо как-то покрывать они покрывают это исламофобии то что публикует карикатуры на пророка а теперь дополняет это тем же самыми элементами связаны с карабахским конфликт вот эти статьи о статусе и так далее так далее франция не решает вопрос ее сопредседатель 28 лет фактически способствовал этой войне он ничего не сделал так что что хотя пусть публикует мы еще вернемся к теме франции с вашего разрешения но вы сказали по поводу турции и знаете здесь уже несколькими днями ранее был подписан соответствующий документ между министерством обороны турции и министерством обороны российской федерации более детально этот вопрос наверное мы уже последующим узнаем но речь идет о неком миротворческом центре то есть грубо говоря есть некая миротворческая работа которую будут проводить турецкие военные и российские военные российские военные уже прибывают на территорию региона нагорного карабаха об этом информация сми есть смотрите мы имеем с одной стороны с одной стороны абсолютно позитивные результаты этого сотрудничества это сотрудничество мы надеемся что принесет устойчивый мир в этот регион но есть опять же от той же франции я так понимаю в том числе отказ понимать полезные стороны этого вопроса как долго это будет какое противодействие этому будет когда придет полное понимание позитивного результатов сотрудничества россии и турции в этом регионе что региона нужен устойчивый мир который эта ситуация это сотрудничество принести и может ну я думаю меньше всего в париже думаю регулировать не конфликт она мы знаем и не только в париже и в других во многих странах которые все это время закрывали глаза на четыре резолюции организации объединенных наций за которые они сами голосовали но международной политики это норма когда голосуют за то делают другое поэтому участие турции здесь сыграла позитивную роль не столько благодаря наших близких отношений сколько потому что турция одна из немногих стран которые конкретно точно сказала соответствии с международным правилам как надо решать карабахский конфликт турция проявила в этой палитре стран наиболее правдивое свое отношение конфликту и вообще улица проявила свое правдивое отношение ко всем международным договорам и документам которые подписаны не сомневаться не с этим конечно турция обыграла всех потому что турецкое министерство иностранных дел руководство турции неоднократно говорила словами слова правды поэтому участие турции регулирование ситуации исключительно позитивно я просто меня режиссер немножко торопит я просто хочу задать еще один такой вопрос смотрите несомненно огромная роль огромная роль достижения победа принадлежит нашим вооруженным силам нашим солдатам нашим военнослужащим которые бились за нашу землю несомненно при этом что работа была не только в направлении военным еще и шла работа на дипломатическом поле да и тут встает очень остро и важный вопрос о том правильности управления всех этих процессов и в этом смысле работа проведенная президентом азербайджана его подпись которую поставил под этим за трехсторонним заявлением стала своего рода точкой в процессе урегулирования я с этой точки зрения хотел бы узнать вашу оценку тех самых 44 дней активных боевых действий где и в том числе в этих 44 дней вмещается и активная дипломатическая работа которая вот подытожена вот этим заявлением трехсторонним который принял президент азербайджана президент россии и премьер-министр армении эти 44 дня победных дня это результат всей той кропотливой работы которую проводили наши лидеры лидера азербайджана на протяжении 28 и 30 лет каждый это господин покойный наш президент гейдар алиич когда подписал контракт века это была остановка военных действий на проигранном западном фронте который проиграла предыдущие наши руководители азербайджан он остановил это и он победоносную политику повел на восточном фронте на нефтяном фронте на экономическом дальнейшее руководство при ильхаме при ильхаме алиеве это азербайджан был превращен в сильные государства не только с экономической но и в военной сфере и в сфере безопасности и в сфере других внешнеполитических актер мы являемся председательствующим движение непредсоединения где 130 стран и или все эти поэтапные действия начиная я говорил от евровидения олимпийских игр европейских игр исламской солидарности все эти действия азербайджанской государственности это были этапы которые приближали на 44 дням победным дням конечно же азербайджанский народ за это время возмужал и вырос и в кулаке нашего президента это единство нашего народа кулак который может бить врага это знаменательная дата я думаю что кулак президента это символ азербайджана 2020 года мы уже не та страна с которой можно разговаривать языком силы обмана или каких-то газетных публикаций азербайджан это доказал и в дальнейшем я думаю докажет потому что перед нами стоят большие задачи о реабилитации тех территорий которые мы вернули и восстановление нашей границы целиком и полностью не конечно же это большая тема для работы но более большая тема для деятельности нашей государственной структуры я думаю выполнят эту почетную миссию успешно несомненно мы конечно же возвращаемся на эти земли мы их будем возрождать мы будем на этих землях созидать что свойственно нашему народу нашей стране огромное спасибо что нашли время присоединились к нашему эфиру ответе наши вопросы спасибо и вам спасибо спасибо я напоминаю в эфире телеканала cbc был специальный выпуск специальный выпуск вел я санам заев гостем специального выпуска был их анализ киров директор экспертного совета baku network доктор философии до свидания до новых встреч